Добрый день, уважаемые телезрители! Меня зовут Жигутанова Ирина Косымовна. Я заведующий сектором современной истории Карачао-Черкесского, историко-культурного и природного музея-заповедника имени Марии Османовны Бачёвой. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему истории создания Карачао-Черкесской автономной области. 2022 год является знаменательным юбилейным годом для всех жителей Карачао-Черкесии, так как ровно 100 лет назад, 12 января 1922 года, было подписано постановление об образовании Карачао-Черкесской автономной области. А начиналось все с того, что после победы Октябрьской социалистической революции началось установление советской власти на всей территории нашего советского государства. Установление советской власти проводилось революционерами, местными революционерами, членами революционных кружков, такими как в Карачао-Черкесии, это революционеры такие как Мосс Шахгенов, Саид Халилов, Умар Алиев, Курман Курджиев, Дауд Кутяколов, Асланбек Калмуков и другие. И сразу после установления советской власти советское руководство определило курс на самоопределение наций и создание национальных автономий. Идея создания национальных автономий как формы национально-государственного устройства впервые была озвучена на Первом съезде народа Востока, который проходил с 1 по 7 сентября в Баку. Идеи, озвученные на этом съезде, нашли свое отражение в постановлении Политбюро ЦК РКПБ. В разработке этого постановления принял непосредственное участие и Владимир Ильич Ленин. В частности, в этом постановлении говорилось признать необходимым проведение в жизнь автономии в соответствующих конкретным условиям формах для тех восточных национальностей, которые не имеют еще автономных учреждений. В развитии этих идей Умаром Джошуевым Чемалеевым, который принимал непосредственное участие на этом съезде, в Народный комиссариат национальности была направлена записка об экономическом и политическом положении Карачаев, где он предлагал образовать единый государственный орган, который бы объединял всех карачаевцев, живущих в Кубанской и Терской областях. И в ноябре 1920 года был образован Карачаевский национальный округ. В это же время в ауле Эльбурган прошел съезд горских народов по Толпашинскому отделу Кубано-Черноморской области, съезд, в котором участвовало 200 деликатов было на этом съезде, который принял решение об объединении черкесов, абазин и нагайцев в единый эльбурганский национальный округ. Округ возглавил общественный деятель того времени Кучук Чапаров. Важным этапом в национально-государственном устройстве на Северном Кавказе явилось образование Горской автономно-советско-социалистической республики с центром во Владикавказе в 1920 году, 17 января 1920 года. В эту Горскую автономно-советско-социалистическую республику вошел и Карачаевский национальный округ, в то время как Эльбурганский национальный округ остался в Батолпашинском отделе Кубано-Черноморской области. Но Горская республика просуществовала недолго. В течение 1921-1922 годов из нее постепенно начали выходить, но создавшиеся автономии, такие как Чеченская, Ингушская, Осетинская, Балкарская, Кабардинская. И в сентябре 1921 года специальная комиссия Народного комиссариата национальности исследовала этот вопрос и приняла следующее решение считать целесообразным выделить Карачаевский округ из Горской автономно-советско-социалистической республики и объединить его с Эльбурганским национальным округом в единую автономную область. В октябре 1921 года в Москву была направлена делегация от Эльбурганского округа и Карачаевского округа. В составе этой делегации были Умар Алиев, Дауд Гутякулов, Асланбек Калмыков и Магомед Гири Мансуров. Члены коллегии Народного комиссариата национальности, выслушав доводы делегатов, создала вторую комиссию для того, чтобы отправить на Кавказ для более детального рассмотрения этого вопроса. И в октябре 1921 года в Эльбургане прошел четвертый съезд горских народов, народов Большого и Малого Зеленчука и Верховья Кубани, на котором они выслушали результат поездки делегаций в Москву для создания автономной области. И этот съезд принял резолюцию, посчитал, сочли разумным, практичным, жизненно необходимым объединение Эльбурганского национального округа с Карачаевским национальным округом в одну автономную область. Съезд единогласно принял постановление, цитируя, просить высшие органы РСФСР образовать Карачаево-Черкесскую автономную область, без исключения в нее неизбежных через полостных русских станиц. Горцы и русское население почти за столетия совместного существования на одной территории вполне сжились. Между ними историей ведется беспрерывное общение вообще, экономическое в особенности, поддерживаемое глубоким доверием друг к другу, единодушием и братской любовью, а иногда даже и семейной связью, брачными узами. Представлять Эльбурганский округ в переговорах по созданию автономной области съезд уполномочил Даута Гутикулова, Асланбека Калмукова и Магомед Гири Мансурова. В это же время, в ноябре 1921 года, в Учкулане состоялся съезд Карачаевского народа, на котором участники съезда, 500 делегатов были на этом съезде, выслушали доводы члена коллегии Народного комиссариата национальности Ибрагимова о необходимости создания Карачаево-Черкесской, единой Карачаево-Черкесской автономной области. И просил в ЦИК выделить Карачай из Горской автономной советско-социалистической республики и объединить его с Эльбурганским национальным округом. Центром области должна была стать станица Баталпашинская. Это исторический центр, экономический, административный центр этих народов. К тому же все районы области связывала грунтовая дорога и телеграф, который находили станицы Баталпашинской. 12 января 1922 года восстановлением в ЦИК, подписанным его председателем Михаилом Ивановичем Калининым и секретарем Мини Енукидзе была образована Карачаево-Черкесская автономная область в составе Российской Федерации, в составе пяти округов и полями и лесами, принадлежащими этим округам. После образования в 1922 году Карачаево-Черкесской автономной области встал вопрос об управленческой структуре, о создании управленческих структур. Дело в том, что по нормам того времени, революционного времени, властная полномочия осуществлял революционный комитет РИВКОМ. Председателем этого революционного комитета был Курман Али Алиевич Курджиев. Кроме того, в РИВКОМ входили известные политические, общественные деятели, революционеры из Карачаево-Черкесии, такие как Умар Алиев, Дауд Вутиоколов, Асланбек Калнуков, Ахлов Ахлов, Магомед Гирим Мансуров, Али Султан Гирюгов, Николай Рябов, Александр Селиванов, Николай Ковалев. РИВКОМ принадлежала вся полнота власти до созыва Учредительного съезда советов. Учредительный съезд советов Карачаево-Черкесской автономной области состоялся в декабре 1922 года, и уже демократичным путем председателем областного исполнительного комитета был избран Курджиев Курман Али Алиевич, его заместителем Гутиоколов Дауд Нашкович. Тем не менее, поиск оптимального административного устройства еще не был завершен, и 26 апреля 1926 года, через 4 года после образования Карачаево-Черкесской автономной области, ВЦИК в согласии с волей и заявлением народности Карачаева-Черкесии постановил упразднить Карачаево-Черкесскую автономную область, расчленив ее по национальному признаку на Карачаевский национальный округ, Черкесский национальный округ с подчинением Черкесского национального округа Северо-Кавказскому краевому исполнительному комитету. Территорий Баталпашинского и Зенчугского округов с казачьим и русским населением выделит самостоятельный Баталпашинский отдел непосредственно и присоединить его к Армавирскому округу. И уже 21-22 мая 1926 года в Баталпашинске состоялся четвертый съезд пока еще съезд Советов, пока еще Карачаево-Черкесской автономной области, который этот съезд обсудил в вопрос о декрете ВЦИК 26 апреля 1926 года. Съезд, подводя итоги существования Объединенной области, констатировал, что если в первые годы существование Объединенной области являлось необходимым, то в данный момент, когда развитие страны вступает на путь усиленного строительства как в хозяйственном, так и в культурном отношениях, существование Объединенной области не вызывает необходимости, а наоборот, нужно предоставлять полную самостоятельность каждой национальности в деле своего развития. И только после реабилитации карачаевского народа, после возвращения карачаевцев с мест депортации на свою историческую родину в 1957 году Черкесская автономная область была преобразована в Карачаево-Черкесскую автономную область в составе Ставропольского края. Ей также были переданы Ужджикутинский, Карачаевский и Зеленчугский районы Ставропольского края. Карачаево-Черкесская автономная область существовала до 30 ноября 1990 года. 30 ноября на сезе народных депутатов Карачаево-Черкесской автономной области приняли решение о выходе из Ставропольского края и создании Карачаево-Черкесской автономной Советско-Социалистической республики, которая просуществовала до 9 декабря 1992 года, пока не была образована Карачаево-Черкесская республика в составе Российской Федерации. За годы советской власти произошли в Карачаево-Черкесии произошли большие изменения в экономической, культурной жизни нашей области. Если в 1920-х годах на территории Карачаево-Черкесии существовало около 20 кустарных мастерских, в которых работали десятки мастеровых, то уже к 1985 году в Карачаево-Черкесии существовало более 560 промышленных и производственных предприятий. За короткий исторический срок Карачаево-Черкесия стала высокоразвитой индустриально-аграрной областью, где развивалась и машиностроительная, и электроэнергетическая, и металлообрабатывающая отрасль промышленности. В 1920-х годах в Баталпашинске работали механические мастерские, в которых работали десятки человек. Из механических мастерских, в 1920-х годах был создан завод всесоюзного значения, завод «Молот». Уже позже это завод холодильного машиностроения, который занимался выпуском промышленных холодильных установок и авторефрижераторов. Невтехническую промышленность представлял завод резиново-технических изделий. В 1934 году в Черкесске был создан химпром, который уже после военного времени вырос в химическое производственное объединение, которое занималось выпуском лаков, красок и эмали. Кроме того, были открыты конденсаторный завод, радиозавод и так далее. Были открыты фабрики, швейные фабрики. Почти во всех населенных пунктах нашей области были открыты швейные фабрики. Была открыта обувная фабрика. Области образования и культуры все начиналось с ликвидации безграмотности и создания национальных языков. На территории Карачао-Черкесии начали издаваться книги на национальных языках на черкесском, карачаевском, абазинском, ногайском языке. Кроме того, выпускались газеты на национальных языках, такие как Ленина Байрагов, Ленин Йоллы, Ленин Нур, коммунизм Алашара. Начали открываться новые школы, средние учебные заведения. Почти во всех населенных пунктах были открыты школы. Были открыты средние и высшие учебные заведения, научно-исследовательский институт, институт усовершенствования учителей. Областной кровеческий музей, Тибердинский государственный заповедник. Кроме того, начали строиться больницы. И в больницах и в школах работали уже кадры из горских народов, которые проживали на территории Карачао-Черкесии, которые обучались в высших учебных заведениях. Это врачи, учителя. Карачао-Черкесия развивалась, расцветала. А люди, которые стояли у истоков образования, развития Карачао-Черкесии, это местные революционеры, это общественные, политические, государственные деятели на территории Карачао-Черкесии. Такие, как Мосс Шевгенов, Саид Халилов, Асхат Зыба, Умар Алиев, Курман Курджиев, Тауд Кутякулов, Ахлов Ахлов, Магомед Гири Мансуров, Асланбек Калмуков. И один из общественных, политических деятелей, ученый того времени, Умар Алиев. Умар Алиев родился в Ауле Карджурт. Это ученый, член Ревкома, член делегации по образованию Карачао-Черкесской автономной области. Он является автором первого системного описания грамматического строя, как карачао-балкарского языка. В период гражданской войны работал в подполье в Баку, в Крыму, на Кавказе. И он автор, известный ученый, автор нового карачаевского букваря. Работал в Государственном институте театральных искусств имени Луначарского, преподавал карачао-балкарский язык. Работал в МГУ, преподавал арабский язык. Был репрессирован, в 1937 году расстрелян и реабилитирован был только в 1957 году. Гутяков Лавд-Давут Нашхович, революционер, государственные общественные дети, родился в Валют-Азартуковском, это аул Беслине. Окончил военно-фельдшерскую школу в Екатеринодаре, на ней город Краснодар. Был избран делегатом 13-го съезда РКПБ с обещательным голосом. Был заместителем начальника Северо-Кавказского Краевого управления здравоохранения. В 1926 году у калитки собственного дома был расстрелян наемным убийцам, выстрелом в упор и похоронен в родном ауле в 1926 году. Курджиев Курман Али Алиевич, общественно-государственный политический деятель, инициатор строительства города Карачаевска. Инициатива эта была поддержана Анастасом Микояном, и город Карачаевск вначале был назван Микоян Шахар. Строил инженер-архитектор Али Султан Гирюков. Этот город Карачаевск вместе с Курман Курджиевым был репрессирован на расстреление в 1937 году. Ахлов Ахлов Мусович родился в ауле Козыл-Юрт. Общественный политический деятель, который долгое время был прокурором в Карачаевске автономной области, военным комиссаром в Карачаевске автономной области, тоже был репрессирован в 1937 году. И до сих пор неизвестно ни место захоронения, ни место расстрела Ахлова Ахлова Мусовича. Эти сто лет для Карачаевск были во многом тяжелые, во многом проблемные. Но это были годы создания, годы становления, развития, процветания Карачаевской автономной области и Карачаевской республики, в которой сейчас проживают представители более 92 национальностей. Всем жителям нашей республики, нашей страны хочу пожелать мира, согласия и процветания. С вами была я, Ирина Джакутанова. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова